И снова здравствуйте! Мы с вами уже успели побывать в разных городах нашей страны и познакомиться и узнать о современных детских писателях. И сегодня, продолжая литературное путешествие, мы отправляемся в столицу нашей страны, в Москву, где познакомимся с современным детским писателем Майей Евгеньевной Костюк. Майя Евгеньевна родилась в Зауралье, но большую часть своей жизни провела на севере. Как вспоминает автор об этой части своей жизни, она бегала на лыжах, ходила в тайгу за царской ягодой морошкой и, представляете, даже неоднократно видела северное сиянье. А еще в юности Майя научилась водить грузовики и прыгать с парашютом. Вот такая энергичная и жизнелюбивая гостья. Вообще, я училась в жизни многому и учусь до сих пор, говорит автор, а потом и сама начала учить. Во мне соединились такие разные направления. Я и политолог, и филолог, и пиарщик, а еще кандидат политических наук. Есть много научных публикаций, статей, монографий и даже учебники. Сейчас я живу на стране. Воспитываю двух внучек, веду блог о Японии. Благодаря такой насыщенной жизни я накопила большой писательский багаж. Сочинять сказки я начала еще своим детям. Теперь рассказываю внукам. Всю жизнь учу, творю, сочиняю тексты о детях и о животных. Потом выкладываю в сети. Иногда участвую в литературных конкурсах. Майя – финалист Корнечуковского международного конкурса и полуфиналист конкурса «Короткое детское произведение» издательства «Настя и Никита». Наша гостья любит детей, животных и книги. Мои дети, внуки, коты, собаки, аквариумные рыбки, попугай, крысы тоже помогают придумывать истории, делится автор. Ну что ж, давайте знакомиться. Привет всем! Меня зовут Майя Костюк и я детский писатель. В рамках участия во всероссийской онлайн-акции «Листая детских книг страницы» хочу познакомить вас с одной моей книжкой. Сейчас лето, каникулы, и, вероятно, в вашей жизни происходит много интересного. Летом можно и покачаться подольше на качелях, искупаться в реке или море, отправиться с папой и мамой в самый настоящий поход с палаткой в лес, с ночным костром, рассказом интересных историй, съездить в путешествие по стране или миру. Если вдруг плохая погода и дождь, то можно тренировать терпение и выдержку, а еще много читать новых книг. Или вас отправляют к бабушке на дачу, как героиню моей книги Санька и Сонька. Вот там-то начнется самое интересное. Прежде чем я познакомлю вас с этой летней книжкой, хочу спросить, любите ли вы насекомых, лягушек, червей, в общем, всех тех, кто ползает у нас под ногами, летает над головами. Интересны ли вам маленькие существа, живущие бок о бок с нами? Любите за ними подсматривать? Открою вам один секрет. Я очень люблю. Особенно люблю наблюдать за жизнью муравьев, бошьих коровок, пауков. Как они находят пищу и охотятся? Как отпугивают своих врагов? Из всех насекомых проще всего наблюдать за муравьями, за их забавным поведением во время трудовых будней. Муравьев можно найти где угодно. От тротуаров до игровых площадок, от дачных грядок до бескрайних полей. Вот на даче или у бабушки в деревне очень легко найти их дом. Муравейник. Берите бабушку или дедушку с собой и отправляйтесь на поиски. Внимание! Все муравьи кусаются и укусы у них полезненные. Не прикасайтесь к муравьям любого размера. Просто понаблюдайте за ними какое-то время. Найдите муравьиную дорожку и проследите, куда она вас приведет. Муравьи ходят цепочкой. Так они ищут пищу. Когда один муравей обнаруживает еду, он оставляет на этом месте след в виде запаха. И таким образом другие муравьи из его колонии знают, куда идти. Вы знаете, каким образом муравьи улавливают запахи? У них есть носы? Нет! Чтобы нюхать, муравьи пользуются антеннами, длинными тонкими усиками на голове. Проведите эксперимент, как самые настоящие ученые. И посмотрите, как муравьи друг с другом общаются, пока идут один за другим. Соберите несколько прутиков, листьев и выложите из них окружность недалеко от муравейника, чтобы создать замкнутое пространство. Не нужно делать ограду слишком высокой. Пусть она будет низкой и широкой. Насыпьте в круг немного сахара и крошек от печенья. Вскоре муравьи найдут ваш подарок и, забирая его, они оставят запах, чтобы потом вернуться на то же самое место и взять еще лакомств. Другие муравьи из этой же колонии быстро обнаружат след и пойдут по нему, чтобы добраться до источника пищи. Как только сформируется муравьиная цепочка, осторожно уберите палочки. Понаблюдайте за тем, что произойдет. Муравьи будут сбиты с толку, поскольку пропадет след. А вот еще одно интересное насекомое. Божьи коровки. Знаете таких красных жучков с точечками? Они иногда прилетают прямо на руку и мы поем им песенку. Божья коровка, улети на небко, там твои детки кушают котлетки. Божьи коровки лучшие друзья любого сада. Они защищают его, так как питаются вредными букашками. Например, тлей, которая может серьезно навредить растению. Понаблюдайте за ними и обратите внимание на следующее. Все ли божьи коровки выглядят одинаково? Чем они похожи? Чем отличаются? У всех ли божьих коровок одинаковое количество точек? Как божьи коровки перемещаются с одного места на другое? Божьи коровки используют свои антенны, чтобы искать пищу. Например, тлю. Когда обнаружите божью коровку, смело берите ее в руку, но аккуратно и всегда возвращайте туда, где нашли. А еще я очень люблю пауков. Они потрясающие архитекторы. Большинство пауков плетут паутину, чтобы поймать добычу. Самый распространенный вид паутины напоминает велосипедное колесо. Круглое, со спицами, которые расходятся из центра. Паутина сделана из шелка. Все пауки производят шелк и используют его в качестве защитного покрова для яиц или для так называемого паучьего следа, который помогает им ориентироваться. Как же пауки ловят свою добычу? Пленники пытаются выбраться, и паутина начинает вибрировать. Посылаю пауку сигнал, что жертва поймана. Паук знает, как не застрять в паутине. К тому же у него выделяется специальное масло, не дающее ему запутаться в собственной сети. Вам нужно только найти паутину и посмотреть на замысловатые узоры, которые может сплести паук. По мере того, как пауки растут, они сбрасывают старую кожу и где-нибудь оставляют ее. Просто понаблюдайте за пауками их паутины, не тревожа их. И никогда не пытайтесь взять паука в руки. Некоторые особи ядовиты, а кусаться могут все пауки. Так, сколько разных видов паутины вы нашли? На что они похожи? Чем они отличаются друг от друга? Но как? Вы готовы на такие подвиги? Героиня сборника моих рассказов, девочка Санька, Александра, Сашенька, отдыхает у бабушки в деревне и наблюдает за всем этим интересным миром. А помогает ей, рассказывает обо всем. Ее подружка, белая кошка по имени Сонька. Как они разговаривают, спросите вы? Санька считает, что все дети понимают кошачий язык, а потом вырастают и забывают его. Я хочу вам прочитать одну главу из этой книги. Санька и Сонька. Выпустила эту книжку замечательное московское издательство «Аквилегия М» с изумительными рисунками художника-иллюстратора Юлии Гончаровой. Глава называется «Пчелы и мохнатый шмель». Уйди, уйди от меня! Санька неслась по саду, размахивая руками. Девочка не заметила кошку, которая растянулась на солнышке и чуть не упала, споткнувшись о белый пушистый клубок. «Мяу! – звезднула Сонька. – Куда ты так несешься?» Санька с неожиданности присела и перестала махать руками. «Ой, Сонечка, извини, пожалуйста, за мной кто-то гнался и жужжал». — Кто ж такой страшный на тебя набросился? — улыбнулась кошка. — А вот и он! — закричала девочка. — Опять летит. — Успокойся, — муркнула Сонька. — Это всего лишь пчела, она не будет к тебе приставать. Ну зачем ты ей? Но пчела летала вокруг Саньки и все пыталась сесть ей на руку. Девочка вскочила и замахала руками. Кошка принюхалась А чем таким сладким от тебя пахнет? А, махнула рукой Санька Это малиновое варенье, не успела умыться Пчела все жужжала и жужжала рядом Беги быстрее умываться, зевнула кошка Пчелке нравится все сладкое, вот она за тобой и летает Но если сядет и укусит, будет очень больно Девочка побежала к бочке с дождевой водой А Сонька потянулась, взмахнула хвостом и пошла следом Санька окунула лицо в воду, помотала им и вынурнула Все? Кошка вздохнула, мур, ну разве так умываются? Помой лицо и руки как следует Девочка зачерпнула из бочки теплой воды, плеснула ее на лицо и потерла ладонями А потом отфыркалась и огляделась Теперь все? И пчелки больше нету Соня, а почему она за моим вареньем охотилась? Она тоже сластена? Ну как тебе сказать? Ответила кошка Пчелы собирают сладкий нектар с цветов и делают мед Мед? Удивилась девочка, я тоже его люблю Вот, потянулась кошка А делают его медоносные пчелы Мед носит Поэтому бедоносная, да, Сонь? Да, кивнула кошка А семья у нее есть? Есть Она называется Рой Сестры пчелы живут дружно Найдет пчела много меда, летит, рассказывает остальным Ну, постой, постой, она же говорить не умеет, только жужжит Да, говорить не умеет, зато танцевать умеет Танцевать? Сонька выпучила глаза Да, пчелкин танец простой Она летает по кругу или по восьмерке Громко жужжит и крутит брюшком Это она говорит Я нашла много меда Летите за мной скорее Вот так Как интересно улыбнулась девочка Смотри, она больше за мной не гоняется Пчела медленно, перелетая с цветка на цветок, втягивала хоботком сладкий нектар А как же они зимой летают? Нахмурилась Санька Они мерзнут? Зимой они не летают, прячутся А чтобы не замерзнуть, весь Рой сбивается в большой ком Так они греют друг друга Ой, смотри, закричала девочка В цветок к нашей пчелке прилетел большой мохнатый шарик Наверное, пчел Нет, это не пчел и не пчела Это шмель И он только кажется мягким На самом деле шубка у шмеля жесткая Колючая щетина Да еще и с зазубринками А для чего ему такая шубка? Собирать пыльцу на нее удобно И от паразитов всяких защищает А зачем же он сюда прилетел? Возмутилась Сонька Он же нашу пчелку объедает Ей ничего не достанется Не волнуйся Успокоила ее Сонька Там всем нектара хватит У пчелки хоботок маленький Она нектар собирает с поверхности цветка А у шмеля хоботок длинный Он собирает нектар из самой глубины А еще опыляет цветок Пчелы, например, не могут достать нектар из клевера и фасоли Это цветки шмелей Вот какой шмель нарисован здесь Шмелики-трудяги Улыбнулась Санька Да, шмелики-трудяги Согласилась кошка Жизнь заставляет их посещать цветы И тогда, когда избалованные медоносные пчелы Предпочитают отсиживаться в ульях домиках В холодную, ветреную, пасмурную погоду Шмелики работают до рассвета и после заката Они даже в сильный ветер и холод за нектаром отправляются Пчелы в это время по домам сидят Шмелей же не пугает ни ветер, ни гроза А пчелы? Они только в хорошую погоду летают? Ну да, пчелы холод не любят А вот шмелики могут выдерживать очень низкие температуры Рано утром, когда воздух еще не прогрелся с ночи Они вылетают собирать первый нектар Другие насекомые в это время еще спят А шмели не мерзнут, потому что у них шуба толстая, так? Они в полете делают зарядку и от этого согреваются Ну, хотя шуба тоже помогает Ух ты, они еще и спортсмены Саня! Соня! Из дома прилетел бабушкин голос Обедать! Обедать! Радостно запрыгала Санька Девочка с кошкой побежали есть свой нектар Вот такая вот глава Ну, как вам? Две подружки Сонька и Санька Еще о многом интересном разговаривают Соня-кошка умная Все знает про тех, кто живет вокруг Ну, например, вы узнаете Что стрекоза считается Самым прожорливым насекомым на земле А скорость ее полета Доходит до 55 километров в час Узнаете, как танцует пчелка И где у червяка зубы Как устроен муравейник Или о том, что всего лишь пять божьих коровок Могут спасти куст розы От такой бяки-закаляки, которая называется тля Как охотится лягушка Вы знаете это? Узнаете, как личинки-гусеницы Бабочки-стеклянницы Высасывают соки смородины И веточки растений засыхают И еще о многом-многом другом Надеюсь, вам понравится моя книга И вы будете всегда внимательны К маленьким созданиям на земле под ногами Рядом в парке, в лесу или на даче Вы станете настоящими исследователями И будете наблюдать за их жизнью Ведь это очень интересно Не правда ли? Желаю всем отлично проведенного лета И замечательных книг Пока-пока! Давайте скажем слова благодарности нашей гости И пожелаем автору творчества и вдохновения А мы традиционно приглашаем вас в библиотеку Читать и узнавать что-то новое До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok